Всем привет! Сегодня я хотела бы сделать видео сравнение гениального, великого, прекрасного и ужасного парфюма Baccarat Rouge 540 Maison Francisco Urjan. Вот версии Eau de Parfum и в версии Extrido Parfum. Первым парфюмом у меня появился Eau de Parfum Baccarat Rouge, и этот парфюм, о нём я делала уже ревью, отзыв. Можете посмотреть, кому интересно такое более подробное. Сегодня я хотела именно быстренько сравнить их характеристики и сказать своё мнение, что мне больше нравится в каком парфюме, а что не очень. Вот Eau de Parfum, здесь ноты, вы знаете, слегка отличаются от Eau de Parfum, например, здесь заявлен древесный янтарь, Также еловая, что там было, еловая смола, да, еловая смола, помимо жасмина, шафрана и серые амбры. Вот в этом парфюме есть. Так, что там было? Есть, по-моему, миндаль, такой горький миндаль. Но вот прежде всего есть отличия в нотах. Мне, сразу вам скажу, мне больше нравится звучание Eau de Parfum. Я не могу сказать, что мне Eau de Parfum не нравится, мне очень нравится, я с удовольствием пользуюсь им. Но, например, в Eau de Parfum здесь больше есть, вы знаете, воздуха, больше есть таких переливов. Ох, мой котик опять к нам пришёл, так неожиданно, извиняюсь, извиняюсь. Ну пусть он посидит, хорошо. Что здесь есть? Здесь есть такие переливы. Тебе нравится Бакараруш? Попробуй. Посмотрим. Кстати, вы знаете, я помню читала в отзывах, что кому-то, какая-то женщина писала, что котик очень хорошо реагирует на Бакараруш. Давайте-ка я его сейчас сниму. Хотя мне говорили, что он не будет мешать, но давайте пусть он нам не мешает. Вот, именно на Бакараруш котик всегда приходит. Смотрите, и вот сейчас именно на Бакараруш пришёл наш любимый Финиас. Так, что я хотела говорить вам про ноты. Здесь я сказала, что отличие есть здесь горький миндаль. И по моему вкусу, например, здесь больше подчёркивается звучание именно горького миндаля и серы амбра. Вот серы амбра, она действительно здесь сильнее заявлена. Она придаёт всегда парфюмам глубину, округлость. Вы знаете, такое очень чувственное звучание. Вот в этом парфюме, в Eau de Parfum, я больше чувствую, может быть, даже таких йодистых ноток. Больше воздуха, больше движения в нём. Больше ощущаю такой даже именно чего-то вот, может быть, здесь доявлено, да, еловой смолы. И вот эти вот именно смолистые нотки, они мне именно здесь и нравятся. Вот эта смолистость, древесный янтарь. Я обожаю эту ноту древесного янтаря. Эта нота есть в Credo Dinters, была. Также есть ещё, по-моему, в Буа-де-Зиль, Шанель. И вот я замечаю, где есть эта нота древесного янтаря, и мне очень нравятся эти парфюмы. Сладость здесь. Вы знаете, вот чем также эти парфюмы отличаются? Здесь нет столько вот древесного янтаря, такой янтарной, солоноватой, может быть, даже йодистой нотки. И здесь больше всё равно для меня звучание такое перемеживается между горьковатой миндальностью и глубиной такой серой амбры. То есть если здесь есть такие телесные оттенки, но они более именно не с нотой смолы, да, а здесь вот именно больше с нотой смолы есть. Вот кто любит такие, вот знаете, лесные темы, лесные, необычные. И в то же время, вы знаете, нота, сладкая нота. Вот, например, здесь многие слышат сахарную вату, вот эти такие жённые петушки на палочках, да, которые раньше продавались везде. Или аромат попкорна, сахарной ваты, вот когда у нас аттракционы, какие-то цирк, да, и вот ребятишки покупают себе, им родители покупают. Они радостные. Да, это есть. Здесь этой сладости есть. Но вы знаете, наверное, за счёт того, что здесь присутствуют вот эти ноты смолы, древесного янтаря и еловой смолы, мне кажется, всё же идёт такое реально вот какое-то новаторство, да, сочетание несочетаемого вот этой сладости и йогистости. Хотя этот парфюм, я думаю, когда он раскрывается именно йодистыми нотками, здесь многие слышат именно больницу, перевязочный и что-то такое. Но мне, слава богу, на мне этого нет таких ассоциаций. Я не медицинский работник, и мне, слава богу, такие представления обходят стороной. Также по звучаниям, вот в этом парфюме, где его стойкость где-то 6 часов, в этом 8 часов, вот по моим наблюдениям. В этом парфюме, так, этот парфюм, он, вы знаете, сразу, когда вы его на себя распыляете, он очень яркий, но проходит приблизительно час, и вы понимаете, думаете, господи, где моя бакарарушь, и совершенно нет. И вы уже расстраивались, думаете, я, наверное, потратила столько много денег, и нет бакараруши, она пропала. Но проходит где-то, наверное, полтора часа, и вы реально очень сильно ощущаете бакарарушь от себя, как будто вы в этом облачке находитесь. И вот так вот этот парфюм себя ведёт, он то появляется ярко, заявляет о себе, то пропадает. И вот вы уже, то есть, забываете о нём, и он внезапно вам напоминает о себе своим таким шикарным, каким-то великосветским звучанием, новаторским, наполненным, вы знаете, таким свечением. Вот этот парфюм, он действительно светится вот для меня. Я его очень люблю, я знаю, что есть люди, которые его не любят, но я думаю, они не будут смотреть это видео. Это именно для тех, кто любит этот парфюм. А в Extrait de Parfum здесь всё же именно звучание, как я уже сказала, серо-амбры, отсутствие вот такой смолистости и, может быть, еловых нот. Здесь всё же больше жасмин, такой чувственный жасмин в сочетании с серо-амброй. И вот такое у неё звучание серо-амбры, которое есть во многих парфюмах Крит, которые дают такую глубокую базу и создаётся впечатление какого-то чистого звучания парфюма. Здесь есть также эта сладость. Но здесь, как сказано, вот сладость уже в сочетании с такой телесностью именно серо-амбры, солоноватостью, может быть, серо-амбры. И чуть горьковатыми нотами миндаля, горького миндаля. Также по звучанию, например, вот этот парфюм, он отчётливо на вас ощущается. То есть он не пропадает так, как Eau de Parfum. Он так, в нём нет столько движения внутри, вот в Extrait de Parfum. Он более на вас, вы знаете, так вот окутывает вас облачком и сидит с вами постоянно. То есть нет такого, что прошёл час, и он куда-то пропал. Вы его постоянно себя ощущаете. Даже, вы знаете, вот то ли здесь очень много серо-амбры, даже в конце, он на следующий день, он, кстати, на мне на волосах, я его также на себе чувствовала. Вы знаете, даже на следующий день я почувствовала, что мне как-то его показалось даже слишком много. Может быть, именно серо-амбры вот начинает так сильно уже, вы знаете, как-то впитываться как будто в кожу, в волосы, не знаю. Но вот кого раздражает аспект, когда ваш парфюм вот пропадает, тогда обратитесь именно к Extrait de Parfum, к парфюму. И если вам также ещё больше нравится, не нравится присутствие чего-то елового, смолистого в парфюме, это также вам сюда вот. То есть здесь такое действительно звучание приятно земляничного, может быть, земляничного варенья. За это я люблю Бакараруш так же, да, что здесь есть звучание земляники. Но это всё не уходит в такую, вы знаете, какую-то земляничную попсовость, такой парфюм для девочки, припевочки, да. А он действительно может очень хорошо использоваться также мужчинами. Вы представляете, да, земляничный оттенок, земляничные ноты, и очень красиво звучит. И общая черта в них, вы знаете, есть такая воздушность прогулки в кедровых лесах. Вот кто знает, кто гулял, такое ощущение, может быть, чего-то даже йодистого какого-то воздуха. Шафран также часто создаёт, который здесь главный, да, компонент шафран, он также создаёт ощущение солоноватой, такой йодистой какой-то воздушности, йодистого воздуха. Какой-то побережье, вы знаете, ощущается вокруг. Вот вокруг вас как будто вы по побережью гуляете. Так что да, вот этот он не пропадает, парфюм, меньше здесь смолы, звучание дольше, конечно, цена выше. Ну, выбирать вам. То есть вот напишите мне, как вы считаете, какой вам парфюм больше нравится из них. Я, наверное, вот я думаю, мне наоборот нравится. Вы знаете, вот в Eau de Parfum в нём даже больше есть какой-то загадки. Я люблю, когда в парфюмах есть загадка, мне это сильно не мешает, когда он пропадает. Сначала я как-то обеспокоилась, когда он после часа звучания пропал. Но потом, когда я поняла, что он всё равно никуда не пропадает, и на следующий день я его воспринимаю, да, со своей кожи, с волос. Я всё же считаю, что для меня именно по своей какой-то загадочности, также вот этому древесному, смолистому звучанию в сочетании с земляничной сахарной ватой сладостью. Всё же я, наверное, остановлюсь на этом парфюме. То есть этот я буду использовать на те случаи, когда вот мне надо, чтобы подряд, да, где-то 2-3 часа, чтобы я отчётливо ощущала аромат, или когда мне хочется, чтобы окружающие с меня именно воспринимали аромат отчётливо. Вот так. Так что вот делитесь со мной, кто с ними знаком, и ваше мнение, да, что вам больше нравится, этот или этот парфюм. Ну вот, а на сегодня всё. Желаю вам всего самого хорошего, и до скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok